Музыка Доброе утро! Пирожок, пирожок, пирожок! Пирожок, пирожок, пирожок! Пирожок, пирожок, пирожок! Ева, можно вопрос? А почему ты лежишь в нашей кровати, а не в своей детской? Я знаю. А кто знает? Я знаю. Мне кажется, потому что ты пришла к нам. У нас там мы все уже. Рассветает, кстати, плюс жизни на высоте наверху. Мы раньше жили на четвертом этаже, а сейчас намного-намного выше. То, что здесь светлее все. Тут раньше день начинается. Идем, идем, идем. Что я сейчас делаю 24 на 7? Вот что. Пишу озвучку к своим же снятым в Турции практикам. Вот здесь пока только такой один свет. Вот эта кнопка работает. Это основной свет. Вот такие штуки, да? А вот эта кнопка пока не работает. Почему, как вы думаете? Потому что к нам еще электрик не пришел. Он должен прийти на этой неделе и установить огромную карту. Вот она стоит. Это карта мира. Это мои шубы. Это мы сегодня с вами будем выбирать шубы. Мне. В общем, сижу я здесь такая в творческом своем уголочке. Мои любимые полочки с чашами, с полосами-то. И жду, пока придет этот пупсик ко мне с утра. Я скажу, мама, я проснулась! Папа у нас бегает сейчас. У нас немножко здесь музыкальный уголок. На самом деле мы его хотели продавать, потому что уже что-то никто не играет. Я вообще изначально его брала для себя. Но Ева нам не дала это сделать, пока мы думаем, куда его поставить. Я склоняюсь к идее разместить его вот здесь. Вообще, я нигде бы его не размещала, но так как его очень хочет. В принципе, здесь подходящее такое местечко. А гитара, кстати, вот здесь будет вертикально закреплена. Прямо под нее такое место. Очень у меня чешутся уже ручки записать рум-тур. Но хочется до конца детальки доделать. Да, Евик? Кречку хочу почитать. Давай почитаем. Ты так скромно говоришь. Ева Янковская, какую кашу вы выбираете на завтрак? Гречку. Конечно, гречку! Каким мог бы быть твой ответ еще? Поэтому она варится там. Но мы же едим что-то еще, кроме гречки, да, Витя, Ева? Да. А то, мне кажется, уже слабо верится. Знаете, что я просто обожаю в этой мойке? Помимо того, что она, конечно, красивенькая. За ее вот эти вот всякие штуки. Она беленькая. Но самое важное в этой мойке. Например, остался блинчик со вчерашнего дня. Чуть-чуть водички. Кнопочка. Вуаля! И таким образом вся органика уходит сюда. Она измельчается. Здесь, получается, стоит измельчитель такой мощный. Его не нужно чистить, фильтровать, что-то еще с ним делать. Просто автоматически все измельчается и уходит в нужную трубу. Это просто находка. Потому что мусор в итоге у тебя копится намного медленнее. И он только сухой. То есть он не пахнет от того, что вся органика уходит сюда. Огрызки из-под яблок. Даже арбузные корочки. Представляете? Он может примолоть. Но я, конечно, не рисковала. Потому что все-таки твердые они. Но всякие там очистки картофельные. Вообще спокойно. Я буду с сыром кашку. Ты тоже? Что делаешь? Рыбалка. Магнитная рыбалка. Берите на заметку, у кого есть свекрови бабушки мамы, кто делает заготовки вкусненькие всякие. Но вы не успеваете съедать банки. Огромные они портятся. Мы просим маму Дениса делать всегда вот в таких маленьких баночках. И нам хватает либо на один прием пищи, например, вот с кашей заедать. Лечо офигенно. Господи, какой он вкусный. Этот аромат вообще не передать. Просто очень вкусно. Потому что гречку одну есть не очень интересно. Можно есть сыром. Можно есть веганские сосиски. Я покупаю. Мне еще нравится. Можно есть с лечо. Тоже получается очень сочно. И такая баночка у нас уходит за один раз. Мы ее моем, возвращаем обратно. И мама сразу штук по 10 нам дает вот на такие приемы пищи. Это наш ингалятор-небулайзер-пароводик. Прикольная такая штука, чтобы детям было повеселее. Потому что он своим видом не так пугает вообще. Располагает к себе. Ага. Мы просто делаем ингаляцию с физраствором. Натрия хлорид. Ее, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну тебе нужна была именно эта игрушка, да, сейчас? Трекер держал мой телефон. Собачий. Сенок. Ты принесла кубик, чтобы поставить? Трекер, сладкий. О, получилось? Какая каландра для новости? Да, сегодня минус 26, по ощущению. 16 января. Мне кажется, какую бы теплую я одежду не надеваю, не холодно. Тук-тук-тук. Клам, можно? Угу. Твое пространство, конечно, тебе убирать. Хочешь животных пособирать? У тебя уже лось получился? Посмотрите, какая нежность. Пьяновидные густовые розочки. Это невероятная красота. И они так долго могут стоять, оказывается. Этот друг с нами перекочевывает вообще отовсюду. И везде с нами. Потому что он очень красивый, универсальный. Подходит везде, всегда во всем. Шшшшш. Я сейчас тестирую один гель для бровей, который должен по описанию делать прям ламинирование бровей. То есть максимально такую укладку, стойкую. А я тебе подарок приготовила. Потому что на улице уже солнышко. Да? Ну да, немножко есть. Можно посмотрю поближе? Тебе покажу. Это большое солнышко, а это маленькое солнышко. Я тебе оставлю пока. Какая милота. Так, средства. Средства. Вот этот гель. Укладывают классно. Прям распределяют все власти. Вот такой у меня итог с карандашом. Мне очень нравится. И естественно. И вот эта укладка, которой я никогда не могу добиться все равно. С обычным гелем для бровей. Потому что у меня брови слишком жесткие, слишком прямые. Осталось только повторить здесь. Девочки, все готово. Посмотрите, какая красота. Так, я сейчас настрою, что у нас здесь есть. Красный, зеленый, синий, белый просто. Голубой. Короче, тут еще есть скорости. То есть она может вот так мигать. Но это, конечно, немножко дерганный вариант. Вот эту пленку надо убрать. Я сказала, что сама это сделала. Потому что тут такая работа уже не электрика. Если вот так выключить вообще, карта выглядит вот так. Мне очень нравится. Здесь получается, можно отмечать. Вот такими штуками я заказала еще в комплект. Шли они. Точнее, не шли, я их отдельно заказала. Только я не понимаю, как их крепить сюда. На что? На клей получается. Еще в комплекте была вилка с проводом. Это для тех, кто хочет в розетку воткнуть. Но были бы лишние провода. Поэтому мы сразу же на этапе планирования вообще всего пространства. Стен, потолка. Я им сказала, что нужен вывод провода. Чтобы мы никаким розеткам не присоединялись. Чтобы было все красивенько спрятано. Наконец у нас полноценная эта комната доделана. Я еще думаю, на самом деле, что сделать с этой стеной. Сюда можно просто какие-то минималистичные постеры. Вертикальные вот так два. Сюда еще нужен стул. Я его уже заказала. Он идет. Стул просто черный будет для барабанной установки. Чтобы удобненько регулировать высоту можно было. Так что здесь такой угол музыкальный. Ну и здесь рабочее пространство. Чаши мои. И карта. Класс. Я очень довольна. Я очень довольна. Скоро будет рум-тур. Я в этом пуховике чувствую себя матрасом. А в этом шарфе я чувствую себя Аленушкой. Или Марфой. Марфа в матрасе. Зато тепло. Везде. Я еду на йогу. У меня внизу форма для йоги. Это очень удобно. И теплее. И переореваться надо. Когда у меня спрашивают, зачем я хожу на йогу к другому йога-тичеру, если я тоже йога-тичер. Я даже не знаю, как ответить. В общем, для меня это классно тем, что это просто другой подход. Другая совершенно практика. Конечно же, во-первых, наверное, вообще. Во-первых, стоит то, что ни один преподаватель не может быть... Ну, он не может тебя назвать совершенным в чем-то. То есть, сколько бы он ни учился, всегда круто, когда у специалиста, у эксперта есть как бы свой эксперт, свой гуру, свой наставник, у которого можно что-то спросить, у которого можно побыть в роли ученика, потому что это тоже важно, оставаться в роли ученика. Ну, у нас просто еще с Настей, это мой преподаватель по йоге, еще и дружеские отношения, поэтому это всегда очень так приятно по любви. Что ты смешиваешь? У меня сегодня герань и апельсин. Мы потрясающе позанимались, но я сняла первые пять минут, где я лежу, и все. Но мы-то знаем, что было замечательно, да, Настя? Завдохом, вернись в центр и встань на четыре опора. Колени под тазом, кисти под плечами. Господи, какой же в квартире офигенный свет, каждый день готова вот так вот делать, потому что это была боль, просто боль моя. Вот сейчас уже вечер, пять часов вечера, и вообще-то внизу, например, уже все, темень, это уже ощущалось просто как конец дня, и очень было темно, уже с двух у нас в старой квартире. А здесь вообще просто еще можно снимать и снимать. Сейчас мы с вами будем мерить шубы. Да, все нормально, все в порядке вещей. Я хочу выбрать себе на зиму хорошую теплую шубу, они все эко. Кто-то тут барашек, кто-то не барашек. Будем выбирать с вами, потому что у меня на зиму только один стиль, это спортик максимальный, это когда пухан, костюм, типа вот такого, кстати, офигенный костюм, тоже вот от этого бренда, он ли ми, как и шубы и худи, такой классный здесь перекрестом капюшон, мне очень нравится. Вариант номер один, под овечку, такой материал, очень мягкий, очень приятный, у меня есть такая сумка, также от он ли ми. Мне очень нравится, но по ощущениям она мне великовата. Я взяла S-ку, погорячилась я с M-кой, могу поменять и будет прям самое то. Ну, очень тепленькая она такая, мягкая. Здесь подклад у нас, вот на таких клепках. И мне нравится, что под любой стиль. То есть, в целом и со спортивными штанами сейчас с моими валеночками будет супер. И под что-то супер женственное, платьишко какое-нибудь, цвет любовь. О, ма бог, девочки, это что за красотища? Она прям воплощение меня, обалденно, очень классная. Беленькая такая, мягонькая. И вообще под любой низ, я сейчас в обычных своих клёш, ну типа это спортивные штаны, типа нет. Но я их обожаю, просто они очень удобные. И даже с ними смотрится хорошо. Это бренд Only Me, это этичный бренд. У них эко-шубы, эко-дубленки. Между прочим, знаете, в чьем гардеробе есть шубы Only Me? В гардеробе Ким Кардашьян, в гардеробе Меланитра. И кто-то там еще был популярный, я не помню. Если честно, мне это не так важно, просто классные шубы. Но это очень лестно. Давайте дальше мерить. Ну это тоже любовь с перо взгляда, что такое. По-моему, это вообще один фасон, только другой цвет. Я сейчас поняла. Я когда выбирала на сайте, я не опроцентировала внимание на конкретно модели. Я в любом случае все ссылки оставлю в описании. Плюс, кстати, у меня будет промо-код. А сейчас, когда все образы покажу, с вами поделюсь. В общем, цвет Camel, это один из моих самых любимых цветов в гардеробе. И можно застегнуть прям под ворот, чтобы ничего не продувало, чтобы все было тепло. Какие пуховики, девочки? Вот какие пуховики после такого? Я даже не знаю. Мне очень нравится. Нетипичный для меня цвет вообще. Но я подумала, почему нет? Почему все время белый и бежевый? И взяла темно-фиолетовый. Это вообще двухсторонняя такая дубленка под овечку. Но вот после тех шуб, я понимаю, что шубы мне намного больше понравились. Не знаю насчет этой курточки. Вроде она милая. Выпишите, что вы думаете, оставлять ли ее. У нее есть еще вторая сторона. И вообще-то у нее есть еще капюшот. Выворачиваем на другую сторону. И вот такая куртка у нас получается. Ну, эта сторона мне сразу вообще не сильно понравилась. В общем, насчет этой куртки большой вопрос. Потому что обычно я люблю, когда, знаете, прям сразу екает что-то внутри. Когда ты видишь вещь такой, да, это точно мое. И вот так у меня с шубами у тебя произошло. А с этой курточкой вроде и хорошо, а вроде бы и не знаю. Может, не мое это шуток. Мой промокод для абсолютно всей продукции от OnlyMe. Это PASNOVA промокод на 10%. У бренда огромный выбор фактур под норку, кролика, под альпаку, под лису. Самые разные цвета. От нейтральных, базовых до самых ярких. И даже есть возможность шить по своим меркам. В общем, для меня открытие бренда, особенно на эту зиму. Особенно осознавая, что их шубы греют до минус 30. Так что ссылочка будет в описании. Кстати, вот так выглядит карта, когда она на фоне. Вот я меняю пультиком зеленый. А еще, когда темнеет вечером и уже нет солнечного света, как сейчас. Прямо вот закат у меня на кабинет смотрит. То очень прикольно. Вся комната начинает подсвечиваться этим неоновым светом. И если, например, поставить источник света вот отсюда, на лицо, то можно даже что-то снимать с таким классным неоновым светом на фоне. И вот сумка, которая разорвала мой директ просто. Это тоже он ли ми. Это тоже под альпаку. Она безумно уютная. Такое ощущение, что ты ходишь постоянно под ручку с питомцем. Можно погладить, послабиться. Цвет, конечно, как всегда, просто любовь. Подойдет к любому образу. Ну, тут такой средний размер. Например, ноутбук сюда не поместится, понятное дело. Но все остальное, в целом, все самое необходимое, вмещается. Это очень классный размер. Ты спишь? Отдыхаешь? Ну, просто отдыхаю на снегу. Да, бедняга. Да, да. Ангелочек. Классно. Вставай. Ой, какой красивый. Ева. Это что, ты? Да. Ты маленький ангелочек? Какие-то самые отважные люди в парке просто. Больше никто не гуляет. И мы чувствуем, что минут на двадцать. Но надо подвигаться перед сном. Почему, Евочка, ты любишь снимать бомбошку со своей шапки? Потому что ты копатель? Да. Тебе тепло в этой шапке? Да. Я тоже такую хочу. Только бежевую. С ушами тоже? Да, с ушами. Но нехорошо. Смотри, это наша дорога. Куда поедем? Мы по ней бегаем. Ева, смотри, я вырос. Только мне меньше. Папа, чему учишь на лавочке стоять в обуви нельзя? Вот так вот. Копи-паст. Я тоже выросла. Яблочко от яблони очень близко падает. Елки-то какие. Напишите, кто из какого города и сколько снега у вас сейчас. У нас просто Новый год. Я вообще не помню, что в ноябре так было холодно. Или мне так каждый год кажется. Я, кстати, в шубе. Мне не холодно вообще. Что мне нравится в такой погоде, один плюс, мне кажется, это силы контрастов. Это то, потом, с каким кайфом ты заходишь домой, пьешь горячий чай, отогреваешься, как тебе тепло. И ты такой, ну, больше не пойду на улицу ни за что. Мне снега хватает, наверное, на месяц. Все, он выпал, он полежал. Классно, атмосферно. И все, можно тепло обратно. Куляй! Я вам скажу, наигранно как-то нет. Ева, теперь ты падаешь. Добришь. Я не могу вылезти. Выдешь за ногу? Ева, Австралия? Вот там, справа, внизу. Где? Вот, да. А где мы живем? Правильно. Маленький географ. Мы, наверное, после переезда потеряли открывашку. Колоскогубцы идут в ход. Наверное, это наш один из таких любимых ужинов, когда хочется просто чего-то вот простого, вот такого вот. Просто картошка. Селедка и сразу картошка. Капуста. Просто селедка. Ну, еще явно эти колбаски. И один огурец, который у нас остался. Спасибо за картошку. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Моя кошечка. Моя кошечка. Маленькая кисенька? Маленькая кисенька? Это что за комочек? Папа! Ты чего? Иди сюда за горшком! За горшком? Да! Я делегировать уже начала. Папа, не уйди. Когда все начали, я буду. Не уйди. Это все я имею. Дякую. Продолжение следует...